Межсезонье НБА в самом разгаре, и пусть прошло совсем немножко времени, то количество событий, которые уже произошли, заслуживает нашего пристального внимания. Понятное дело, что к старту регулярки все команды окончательно представятся в виде полностью укомплектованных и урегулированных коллективов. Однако уже сейчас можно сделать некоторые выводы, глядя на подписания и обмены, которые клубы провернули на рассвете этого межсезонья. Ряд сделок действительно меняет очень многое в лиге, и об этом хочется поговорить. Если быть точнее, то хочется выделить главных победителей начала этого летнего процесса, а также главных неудачников. Естественно, многие вещи могут существенно измениться, однако на данный момент вырисовывается крайне интересная картинка. Доброго времени суток, дорогие любители баскетбола! С вами, как всегда, канал Оранжевый Мяч. И сегодня мы обсудим победителей, проигравших на старте межсезонья НБА 2022 года. От вас я попрошу лишь малость – лайк и подписку на наш канал. Также не забываем про нашу телегу, где каждый день выходят свежие новости по любимой лиге НБА и по моему каналу в частности. Надеюсь на вашу подписку, а ссылка, как всегда, в закрепленном комментарии. А спонсором нашего сегодняшнего ролика является прекрасный баскетбольный магазин Geto Basket Shop. Огромный ассортимент баскетбольной атрибутики, продукции различных брендов, будь то Nike, Jordan или даже NotFace. Семилетний опыт работы в данной области. Отменное качество, своевременная доставка и отзывчивый продавец – это именно то, с чем вы столкнетесь при покупке в данном магазине. А для того, чтобы выбрать что-то для себя и сделать заветный заказ, вы можете посетить телеграм-канал данного магазина, паблик ВКонтакте или их официальную страничку в Инстаграм. Все ссылки я, разумеется, оставлю в описании к данному ролику. А если же вы проживаете в городе Уфа, то сможете приобрести товар по старинке, посетив их магазин по адресу улица Иркутская, дом 48Б. Покупайте качественные вещи, друзья, и играйте в баскетбол еще лучше. Огромное спасибо вам, друзья, за терпение, а теперь поехали рассуждать. Начнем, наверное, с приятного. С тех, кто действительно выиграл уже сейчас и вряд ли просядет в этих возможных списках. Одну из таких команд можно, безусловно, назвать Хьюстон Рокетс. И даже не из-за того, что те смогли заполучить Джабари Смита, человека, который котировался на выборе под первым пиком, а ушел под третьим. Это, безусловно, топовый момент, который добавляет уверенности болельщикам в дальнейшем росте молодой франшизы. Дело тут еще кое в чем, а именно в команде Brooklyn Nets и в тех событиях, которые происходят вокруг этой организации. Причем же тут Хьюстон, спросите вы. А дело в том, что если возвращаться к обмену Джеймса Хардена, то можно вспомнить огромное количество пиков, которые Хьюстон получил взамен бородатому любителю стриптиз-клубов. Рокетс владеет выборами Бруклина в первых раундах 2024 и 2026 годов, а также они обладают правом обмена пиками с Nets 2023, 2025 и 2027 годов. Исходя из обстановки в бруклинской команде прямо сейчас, можно сделать вывод, что, скорее всего, Дюрант и Ирвинг покинут организацию. Ходят слухи об обмене Бена Симмонса, устойчивость которого в Бруклине нельзя назвать стабильной. Если учитывать требования Nets по обмену Дюранта, например, а именно наличие молодой звезды и множество пиков, можно сделать вывод, что команда вполне возможно уйдет в перестройку в самое ближайшее время и будет прозябать в нижней части турнирной таблицы НБА. Поэтому для Хьюстона это самый настоящий джекпот, ведь к тем молодым и талантливым парням они могут подобрать еще несколько качественных игроков, или же воспользоваться данными активами для будущих обменов и укрепления уже состоявшейся, наросшей мясом команды в будущем. В любом случае, они кажутся явными победителями начала этого межсезонья. Посмотрим, что будет дальше. Еще одними счастливчиками, естественно, является Бостон Селтикс. Заполучить Данила Галлинари на довольно щадящем контракте, это на самом деле серьезное достижение. Но на этом кельты не остановились, чуть позднее не смогли заполучить Малькольма Брогдена путем обменом с Индианой Пейсерс. Это буквально тот игрок, которого Бостону не хватало в финальной серии против Golden State Warriors. Парень обладает добротным навыком розыгрыша мяча, и с ним у Селтикс может получиться что-то большее в следующем году. Стоит здесь отметить тот факт, что взамен команда у Докера спрощалась лишь с Тайсом, Нейсмитом, Стаускасом, Фитцем и Морганом, а также пиком драфта первого раунда. Если учитывать, что организация будет бороться за чемпионство в каждом из ближайших лет 4-5, этот обмен можно считать самым настоящим грабежом. Брогден действительно хорош, он дополняет прекрасную командную оборону Селтикс, разбавляет атакующую линию и при этом умеет набирать очки. Защита, созидание, атака. Что еще нужно для счастья? Если без травм, то в Бостоне прямо сейчас существует ротация из 10 человек для плей-офф. Это безусловный вин. Несмотря на сомнительную потерю Кевина Хертера, начало межсезонья для Атланты определенно стоит считать успешным. Трейд Дижонты Мюррейс с Антонио Спёрс может стать поворотным моментом для развития франшизы Хоукс. Конечно, есть некоторые пессимистичные моменты. Например, в том, что парням обоим нужен мяч, ведь они оба представляют из себя качественных разыгрывающих игроков и любят повозиться с ним. Я, разумеется, говорю еще про Трея Янга. Для развития данного дуэта Янгу, безусловно, стоит отточить свои навыки игры без мяча. И тут за примером далеко ходить не надо. Стефан Карри. Легенда игры. Лучший оффбол игрок в истории спорта. Янг очень схож с Карри манерой игры. И думаю, что он способен овладеть подобным скиллом. Пусть и не на таком элитном уровне, но нужно же с чего-то начинать, верно? Другой вопрос. Захочет ли он делать это? Но даже в такой неопределенной обстановке Мюррей серьезнейшее усиление. Он может быть уверенной второй опцией в атаке. Несколько улучшил свой скоринг в прошлом сезоне. В обороне парень длинный, атлетичный монстр. Он будет терроризировать лучших игроков атаки противников в защите, оберяя их на себя. Его вингспан ключевое преимущество в обороне любого гарда лиги. Теперь у Ястребов сразу два защитника периметра высокого уровня. Мюррей и Деандры Хантер, что безусловно бустанет уровень защиты команды в новом сезоне. Если организации удастся выгодно обменять Капеллу и Коллинза, то желательно сделать это на еще одного двустороннего игрока, который может как в защиту, так и в атаку. На ум тут приходит Деандры Эйтон, но я не уверен, что Атлантас может провернуть подобную сделку. Вывод здесь только один. Нужно много работать. Отвлечемся на главного индивидуального победителя этого межсезонья. Зайон Уильямсон. Безусловно, главный счастливчик этого лета. Парень за три сезона отыграл лишь в 85 играх. В последнем сезоне он не сыграл вообще ни секунды. И даже несмотря на это, Уильямсон мгновенно получил пятилетнее продление на 191 миллион долларов, которое при определенных условиях вырастает до 231 миллиона за пять лет. Безусловно, если Зайон будет здоров в течение этих пяти сезонов, это станет победой для пеликанов, у которых собирается мощнейшая молодая банда. Да и стоит тут отметить, что в тех играх, в которых Зайон выступал, он был правда хорош. Уильямсон стал единственным игроком в истории НБА, который набирал 25 или более очков за игру со средним процентом 60 или выше. Единственным, повторяюсь, перспективы у Уильямсона огромные. К тому же, судя по видео и фото с тренировок, он изрядно скинул вес и готовится к регулярке как бешеный. Посмотрим, что из этого получится. На самом деле, я рискну предположить, что после самого громкого обмена данного межсезонья победителями стали обе франшизы, участники этого самого обмена. Габер пополнил ряды Миннесоты Тимбервул. Взамен же в Джаз отправились Малик Бизли, Патрик Беверли, Уокер Кеслер, Леандро Бальмаро, Джаред Вандербильд, несколько пиков первого раунда, это незащищенные выборы 2023, 2025 и 2027 годов и защищенный в топ-5 пик первого раунда 2029 года. Миннесота получила одного из лучших защищающихся игроков НБА, который провел очень неплохой сезон и который обладает серьезной мотивацией для того, чтобы уже что-то выигрывать на командном уровне. Пока не совсем понятно, как главный тренер Вулфс будет сосчитать на паркете двоих огромных игроков, Таунса и Габера, но это определенно очень интересный экспириенс. Сверх атакующий Таунс без защиты и великий защитник Габер, который слаб в атаке. Если бы мы сложили способность этих больших, то чисто по совокупности полученного скиллсета можно было бы извлечь лучшего центрового в истории, который умеет буквально все. Так может быть вдвоем на паркете они смогут показать много интересного? Не забываем про прогрессирующего семимильными шагами Эдвардса, все еще неплохого Рассела и других парней. Банда у Миннесоты очень интересная, думаю, что этот риск того стоил. Юта Джаз же уходит в перестройку, пытаясь показать Доновану Митчеллу, что все это делается ради него. Митчелл все еще молод, в новом сезоне ему будет только 26 лет. Джазмены попытаются окружить его качественными молодыми игроками в течение ближайших нескольких лет и ворваться в гонку за титул. А даже если Донован запросит обмен, они лишь получат еще больше активов, с которыми перейдут к плану Б, более планомерной перестройке с молодыми игроками, готовыми играть за организацию. Как-то так. Эти парни определенно получили то, чего хотели. Брансон получил контракт на 4 года из 104 миллиона долларов от команды, которой только дай волю раскидаться подобными контрактами. Нью-Йорк Никс. Парень, который был выбран аж во втором раунде 2018 года, добился этой цели упорным трудом, кровью и потом, как говорится. В прошлом сезоне он был великолепен, а по гейму его игры стал, естественно, плей-офф, в котором Джеллен набирал 21,5 очко, 4,5 подбора и 4 асиста с общим процентом 46. В новом сезоне ему будет лишь 26. Он вступает в самый расцвет сил для гарда, поэтому будет очень интересно посмотреть, чего он сможет выдавать в качестве одного из лидеров команды Никс. Что касается Брэдли Билла, то он, как кажется, всю свою карьеру шел к этому моменту. Сейчас Билл входит в число 5 самых высокооплачиваемых игроков НБА, получив от Вашингтона контракт на 5 лет и 251 миллион долларов. Мне кажется, что Билла, конечно, еще могут обменять в течение этих 5 лет, но именно подписав свой контракт с этой командой, он обеспечил себе гонорар в 50 миллионов за год на ближайшие 5 лет. Что еще нужно для счастья? Зак Лавин. Человек, который из обычного данкера превратился в разностороннего атакующего игрока и одного из лидеров интереснейшей франшизы Чикаго Булс. Да, он не является топовым оборонцем, но при этом именно с быками раскрылся совсем по-новому. В прошлом сезоне команда наконец-то вышла в плей-офф и не планирует останавливаться на достигнутом. Лавин очень хотел получить супер-максимальный контракт и всеми способами пытался его протолкнуть. Множество слухов об уходе в другие команды лиги этому только поспособствовали, и Чикаго все-таки решили оставить парня у себя, выписав ему чек на 5 лет и 215 миллионов долларов. Ну а теперь попробуем разобраться с ситуациями главных лузеров, разумеется, на данный момент межсезонья. Тут я думаю каждый из вас прямо сейчас сидит и думает, воу, парень, они получили Вуда, какие еще лузеры. Все-таки мой тейк в данном случае будет относиться к потере Джейлина Брансона. Да, Вуд отличный игрок, который точно усилит организацию, но Далласу жизненно необходим второй Скорер. Парук Дончичу, желательный игрок, который может набирать очки и создавать себе возможность для броска, при этом умеющий играть без мяча, и это очень важно, потому что в 80% случаев тот будет у Дончича. Таким игроком был Брансон, таким мог бы стать Зак Лавин, которого Далласу так и не получилось забрать. Этим игроком мог стать и Брэдли Билл, но тут опять неудача. По сути, Даллас топчется на месте. Вуд и, кстати, еще Мабой, Джавейл Маги, качественное усиление, но я очень сомневаюсь, что они существенно помогут Меврикс в борьбе на все более усиляющемся западе. Один Дончич не сможет набирать столько очков, сколько необходимо для победы с топовыми защитными командами. Это мы видели в серии с Golden State, но пока что ситуация совершенно не меняется, и это обидно. Самая настоящая классика НБА – Нью-Йорк Никс в числе проигравших на рассвете межсезонья. Это та история, которая повторяется практически из года в год. Окей, вы подписали Брансона за деньги, который не факт, что ему предложил бы кто-то другой. Даже Даллас в итоге не стал перебивать это соглашение. Ну блин, вы отдали 60 миллионов регрессирующему в последние два года Митчелу Робинсону, при условии, что более совершенные центровые, или окей, ладно, не совершенные, но более полезные. Кеван Луни или Ивица Зубац получают куда меньше. Луни по 8 миллионов за год, а Зубац по 11. 15 миллионов в год для Робинсона, который хорош лишь на подборах в нападении и в защите в краске? Ну такое. 164 миллиона в двух игроков уровня Брансона и Митчелла Робинсона. Окей, Джеллен уже сейчас может стать лидером Никс, учитывая слабый прогресс Беррета и стагнацию Рендла. Но его уровень это уровень третьей звезды в реальном контендере НБА. Короче говоря, от Никс, вероятно, не стоит ждать чего-то хорошего в сезоне 22-23. Фанатам этой команды хочется пожелать терпения. Надеюсь, что я окажусь неправ и Брансон с Робинсоном станут новым топовым дуэтом а-ля Коби и Шак в начале нулевых. Это, конечно, невозможно, но удачи, я вам. Желаю. Ох, ребята, это вообще сущий кошмар. Дюрант уходит, Ирвинг тоже хочет покинуть команду и перевести свои таланты на западное побережье, к Леброну и компании. Если же его обмен на Уэсбрука все-таки состоится, это будут самые настоящие похороны для франшизы. Несмотря на весь этот сюр, Бруклин продолжает подписывать толковых игроков, сохраняя, например, Милса и Клэкстона, подписывая у Нила. У них все еще есть Бен Симмонс, но такое ощущение, что моральное настроение в организации упало на ноль. Непонятно, чем все это кончится. Но можно трактовать официально. Суперпроект с Дюрантом, Ирвингом и Харденом провалился. Тут все крайне печально. Команда Стива Кера потеряла действительно важных игроков в лице Гэри Пейтона 2, который пополнил ряды Портланд Трейл Блейзер со своим новым контрактом на 3 года и 28 миллионов долларов. И Отто Портера, который ушел к моим любимым Торонто Рэпторс буквально за копейки. 12 миллионов на 2 года с опции игрока. И строится Луни, Пейтон и Портер, ГСВ сделали свой выбор в сторону Луни. И, наверное, это было правильным решением, потому что Пейтона и Портера худо-бедно можно заменить. Когда как Луни является образцовым центровым для системы Стива Кера. И все же не стоит забывать, что Пейтон и Портер были двумя системообразующими игроками защиты, даже в финале НБА. Пейтон брал на себя таких парней, как Джейсон Тейтум, Джейлин Браун. Он впивался в них, как питбул и не отпускал настолько, насколько это было возможно. Портер, помимо своей защиты, давал очень нужные трехочковые броски с прекрасным процентом. Его вингспан и антропометрия позволяла защищаться на трех или даже четырех позициях, и эта потеря очень существенна для воинов. В общем, все это грустно и печально. Но Golden State Warriors не та организация, которая не найдет выход из такого положения. Посмотрим, что они провернут к концу межсезонья. Может быть вообще вернут себе Дюранта. Кто знает, активы на обмен у них имеются. Лос-Анджелес Лейкерс – та команда, которую я пока не могу отнести, как к проигравшим, так и к победителям. Организация использовала свое исключение на подписание Лони Уокера, бывшего игрока Сан-Антонио Спёрс, который так и не может раскрыть свой потенциал. Он, безусловно, не так хорош, как Малик Монг, который ушел в Сакраменто Кингс. Также подписание Хуана Тоскана Андерсона из Golden State Warriors – это хорошее, в принципе, подписание. Он неплохой игрок, но так ли он будет хорош для конкурентной команды на более высокой роли, нежели была у него в Golden State? Еще один интересный парень – Трой Браун-младший. Хорошим подписанием можно считать Дэмиана Джонса. Сейчас же Лейкерс продолжают бороться за Кайри Ирвинга. Если руководству удастся провернуть такую сделку, если у них получится сплавить Уэсбрука, это будет межсезонье на 5 с плюсом. Однако, пока что я не могу четко сказать, насколько Лейкерс близки к тому, чтобы стать победителями и не ударить в грязь лицом. Ладно, ребят, на этом, наверное, все. Оставляйте свое мнение по поводу начала межсезонья в комментариях. Будет очень интересно увидеть ваши мысли на этот счет. Споры и альтернативные варианты приветствуются. Я читаю и отвечаю практически на каждый коммент. Подписывайтесь на нашу телегу, буду вам очень благодарен. А я прощаюсь с вами. Услышимся в новых видео на нашем канале. Любите баскетбол, не болейте. Всего вам доброго, мира и до связи.